Всем привет дорогие друзья! С вами канал Экзотоп и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу моих муравьев. Как вы помните в самой последней серии мы им открыли дополнительные ходы, но то что будет в этой серии я вам все просто покажу как у них все устроено и в таком роде. Ну и да, возможно вы заметили что видео про муравьев в последнее время не выходило. И да, это было связано с тем, что вы очень сильно просили видеороликов про прытких ящериц и я прислушался к вашим желаниям и выполнил их. Ну а сейчас дошли руки до муравьев. С вами канал Экзотоп и мы начинаем. И кстати да, зацените новое интро. Взглянем на фармикарий сверху. Мы можем видеть как муравьи прекрасно заселились во всем фармикарии, а матка находится в левой части. О чем это говорит? Да о том, что муравьи реально интеллектуальные создания. Матка у них самая ценная. Если она умрет, то и умрет со временем вся колония. И матку они поместили максимально далеко от выхода. Несмотря на то, что матка иногда приползает в правую часть, в которой, как вы можете видеть, склад корма и все такое, все же она в основном находится в левой части. Также все муравьи расположили расплод в левой части, как раз таки в более далекой от входа и выхода, потому что это самое ценное. А вот зернышки они положили, ну как вы можете видеть, в правой части. Также муравьев стало достаточно много. Мне кажется, ну штук так 400-500. Хотя посчитать вообще фактически невозможно. Можно лишь только предполагать. Также появились муравьи-солдаты. Это реально очень круто. И, ну, честно вам скажу, я этому очень рад. Я очень долго ждала именно муравьев-солдатов. Мне месо-структор нравится именно за их, так сказать, солдатиков. Потому что у них есть обычные особи, матка и муравьи-солдаты. Да, собственно, вот так вот. Вот он, собственно, сам муравьи-солдат. Если кто еще не замечает, как видите, он намного крупнее, ну, своих, так сказать, собратьев. Раза так два в три, ну, скорее в три, вот. Вон, собственно, матка. Давайте теперь посмотрим, как кушают муравьи. Для этого перемещаемся в столовую. Сюда они переносят семечки. Но зачем же они их переносят на влажный гипс? А все для того, чтобы они их могли разжевать. То есть семечки размякнут, и их можно будет спокойно разжевать. Также для крупных семечек у них есть муравьи-солдаты. Кстати, вот он. Вот так вот это видно в приближенной форме. Собственно, я думаю, муравья-солдата прекрасно видно. Он гораздо крупнее своих особей. А вот и, собственно, наша сама королева, которая находится в левой части. Вот она находится с ее, так сказать, прислужниками, с ее основной свитой. Это так называемые муравьи, которые находятся около матки. То есть они все время находятся рядом с ней и чистят ее, помогают ей откладывать личинки. Ну и ухаживают, в общем, за ней. И общаются с ней при помощи трофалаксиса. Но если вам интересно, что это такое, то вы пишите об этом в комментарии, и я вам обязательно расскажу. А теперь найдите здесь личинки. Через 3 секунды я вам их покажу. Раз, два, три. Увидели? Если нет, тогда я вам покажу их в приближении. Ну, теперь это точно увидели. Представляете, из таких маленьких личинок появляются вот такие вот большие муравьи. Теперь посмотрим, собственно, на саму кормушку. Сейчас вот камера перенесется. Вот, собственно, смотрите. Там видно, как муравей несет семечку, зернышко. Теперь посмотрим на очень интересный момент. Видите вот этого вот оранжевого муравья? И да, это муравей-солдат. И, кстати, он находится на той стадии, когда он превращается уже в самого муравья из личинки. Точнее, из куколки. Как вы можете видеть, рядом лежит и личинка, потом лежит рядом также куколка и сам вот этот уже солдат. Он буквально минут 30 назад был такой же куколкой, как муравей слева. Правда, был более оранжевый. Муравей слева уже появится, так сказать, в виде рабочего, точнее, в виде солдата. Ну, где-то дней так через два, может, через один день. Также видны рядом рабочие, которые ухаживают за всеми, так сказать, окружающими их, ну, малышами, там, личинками и тому прочее. В общем, я думаю, это очень прикольно, что я сумел такое заснять. Можете видеть, как они за ним ухаживают. Что ж, продолжайте любоваться вот такими чудесными кадрами. Сейчас я приближу, и вам будет очень интересно наблюдать за тем, как муравьи таскают корм, там, ухаживают за личинками, кушают корм. Ну, и я вам пока расскажу, что происходит, собственно, с каналом. Сейчас, наконец-таки, закончился для меня учебный год, и у меня появляется куча свободного времени. Так что я, скорее всего, в ближайшее время буду выкладывать очень много видеороликов. Так что обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, потому что сейчас начнется самая жара. Также, как, возможно, вы могли заметить, у меня набралось уже свыше 800 подписчиков, и мы практически приблизились к отметке в одну тысячу подписчиков. На самом деле, когда у нас будет уже целых тысяча человек, я, скорее всего, вам устрою небольшой, так сказать, сюрпризик, который, скорее всего, смогут использовать все. Да, там будет небольшая, так сказать, для вас поддержка. Ну, и, собственно, для меня, и для всех любителей природы. Вот, так что не забывайте подписываться. Я это говорю много раз, потому что ждите, реально, вас ждет интересная очень вещь. На самом деле, у меня в планах сразу несколько вещей, которые я сделаю на такой юбилей, как 1000 подписчиков, но пока ничего обещать не могу, потому что все может еще поменяться. Вот, ну и, собственно, следующее видео уже будет скоро, и я вот думаю, на какую тему бы его снять. Я думаю, либо про попугая, либо, опять же, про ящериц. Пишите свое мнение в комментарии. И все же, следующее видео, скорее всего, будет про попугайчика, потому что про него видеороликов не так уж и много. Хотя он у меня живет уже полгода, и очень чудесная птичка, про которую уже пора бы что-нибудь снять. В общем, с вами был канал Акзотоп, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю вам здоровья и вашим питомцам благополучия и всего наилучшего. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok